А где Никита? Переодевается. Я пришел, переоделся, разобрался с кошками, пришел, перебил мух, пошел туда. В 4 раза больше времени переодеваться. У него еще 4 ноги, 40 ножка какая-то. Он за молоком ходил. Почему долго вас не было? Мы переодевались. Я уже объяснил слово переодеваться. На него требуется в 4 раза меньше времени. Что переодеваться-то? Штаны скинул, надел другие, все переоделся. Он молоко принес, да? Вы просто сидите там и болтаете. И вас нету, поэтому на завтраке вас не будет. Станьте вон там и стойте. Идите. Понимаете, какое дело? В этом рождается будущее человека. Самое драгоценное не деньги. Говорят, время и деньги. Деньги можно наверстать, получить от кого-то, а время никогда не вернуть. Переодевался. Да где на переодевание время отпущено? Нет этого времени. На ходу переодевайся. Ушел? Нету. Мужчина переодевается. Он за молоком ходил еще. Заходил за молоком, понятно. А кто ходил? Вот эти? Никита ходил. Никита ходил. Один ходил, а остальные где были? Вы там Владимир старший-то. Почему их не тряхнули раньше? Ну нельзя так, главное. Мы каждую секунду бережем. Нам в крайне нужно уходить. Эти тут копаются с пищей. Ушли, нигде никого нету. Выглядываю, никого нету. На переодевание только две минуты. Самое большее. Две минуты, но не двадцать пять. Понятно? Вы маленько это взвешивайте. Сейчас я шел и разговаривал с Надеждой Васильевной. Договорились? Молчать, ни слова. Она не может, ее рвет буквально. Ты видела, кто стирает? Однорукая служанка. Нашли? И не стыдно, еще две сумки белья принесла. Я ни одной тряпочки платочки не дал. Живем одинаково. Так мы пыли-то, грязи цепляем в десятки раз больше, чем. Ты сидишь дома здесь, а мы лазим, и там пыли идет еще только нету. В грязи. Приходим, как лягуша-то мокрый. Это все на нас. И здоровье, и все время гигиеницы, и не вылазь из больницы. Перед Богом это все. Как я сказал, покайтесь и обратитесь. Обратитесь-то, обратитесь от этих дел злых. Я пытаюсь ей сказать, она нет, она сама. Виновата Марина. Марина. Без моего ведомо больше, чтобы ни у кого ничего не брала. Застряла мокрушая, не могу вытащить. Уже ночь все хлюпается и хлюпается. Свет там включали. Выкрутить лампочку оттуда. Поставь горелую. В одиннадцать смотрю, я так и не нажался когда. Задумали, как будто малые дети какие-то. Белье делить там, менять. Да вот сейчас, уйдем, расстелай палатку и начинай делить. Ночью в спальне, никогда не слыхал такого. За сорок пять лет у нас не было ни одной минуты, чтобы в спальне был свет. Зашли мертвая тишина, все легли. Легли, уснули. В спальне начали делить. Да зачем свет жечь-то? Вы сами себе придумайте за это наказание. Вы детям даете дурной пример. И даже собрать их и сказать, делали неправильно, что не дядя виноват. А то у нас такой был. Никого зря не нанимают люди. Его нанимают пьяницы, воры. Да я бы ничего, да вот батька мешает. То есть поп виноват. Вы приходите ночью, расправьтесь с ним. И где эти люди? Нигде их вымел бог и подмел, ничего не осталось. А ну-ка идите сюда. Вы будете переодеваться быстро или не будете? Застеглись. Расстегнулся. Так. У тебя... Ты работаешь с чем? Что у тебя для работы? Какие органы есть у тебя, которыми ты хотел бы поработать? Не знаю. Ну, ноги у тебя больные? Не знаю. Он не знает, что за этим еще следует. Ноги больные, ты шагать можешь? Он сказал... Почему плохо шагаешь? Почему ты дальше идешь? Вчера я тебе говорю, догоняй, уже отстал. И с каждым разом все дальше отстаешь. Почему не побежал? Здесь или не желает говорить, или он к этому привык уже. Он привык. Я два раза спросил, уже ты виновен. Я тебя спросил два раза. Ты пренебрегаешь мною, я принимаю твой вызов. С этим ты останешься. Но ради воскресенья сегодня позавтракайте. Выше с ягод никаких идет один. У них был бык. Он никого не признавал, но он один все застал. Потому что он и что? Нет его, зарезали и все. Одного тебя кто угодно зашибет. Почему ты не с народом Божьим? Ответь! Не знаю. Он мучать только умеет, он говорить вообще не умеет. Я спрашиваю, ты не отвечаешь. А Коля ты где у нас? Тоже переодевается. Это все переодевается? Все нормально? Он один. Его одного оставили там? Нет. С детьми. А переодевается. На переодевание один час требуется. И вы еще не видите, что с вашими детьми сатана сделал. Сатана! Сейчас так и считаю Иоанна Восторгова проповедь. Дайте свободу, и они люди сами справятся. Это говорят те, которые желают погубить. Бог непрерывно говорит о баде, о смерти, о вечном мужчине, чтобы не попали. Дьявол говорит, ничего этого нет, чтобы затянуть людей туда. Его нету, и мы из него мука будем. Никак. А есть что сказать. Я тебе простой вопрос задал о тебе. Какие органы у тебя есть? У человека есть ноги, они сгибаются, могут шевелиться. Есть руки, 10 пальцев. Есть голова, глаза, ну и сзади там две подушки. Что тебе больше всего помогает по работе? Ноги и руки. Что он сказал? Ноги и руки. Ноги и руки. А почему ты всегда все делаешь, подушками давишь? Ноги и руки, это есть они, но только они не в деле. Тебе тоже самое касается. Двое пилят, а одной держать. Она держать не хочет. Я предупредил несколько раз. Только отхожу, она опять села и сидит. А она подвернулась, она, конечно, ногами и сюда. У тебя позвоночник еще не приспособлен, чтобы большие тяжести и у тебя лишний вес. Держать. Ты кувыркнулась? Кувыркнулась? Ну, вчера. Не сегодня. Пилили, а она съехала. Я иду, она вот так вот. А сколько ты раз падала уже? Один. Ну, один раз я видел. Ну, не может быть, чтобы я подходил, при мне все совершалось неправильно, а я уйду, и ты сидишь, как кукушка на березе. Да еще нету. Да не может этого быть. Один раз, вот говорится, своровал. Я говорю, ты один раз попался, а сто один раз не попался. Тебя судят за одно. Зачем ты садилась туда? Ведь если случилось повреждение позвоночника, наверное, буду спрашивать. Так, иди сюда. Ты где был? Переодевался. Переодевался. А сколько надо на переодевание? Ровно сейчас? Иди переодевайся туда в коридор. Он уже переоделся. Он уже переоделся. Уже переоделся. Тренироваться тебе надо. Пока стоите там. Переодевался, не стыдно, ничего. Ты в десять раз больше времени тратишь на переодевание, чем нужно. Переодевался. А так, что под этим видом я могу сидеть, стерпнуть, одну штанину походить, снимать кино посмотреть, вторую штанину сдернуть, потом рукав один сдернуть, вторую стерплю посмотреть. Вы не научили их ценить самое важное, что никогда не возвратиться. У него уже потеряно почти все. Я слышал, ты с матерью очень грубо обращаешься. И перенял это от отца, наверное, кто там сам ближе был. Тебе не стыдно, ничего. Матерь это не будет. Тебя дом ожидает-то. А там ты пойдешь бороздить. Проклят злословище отца и мать. И написано чти. Готов на руках понести. Почему ты с матерью говоришь? Поведение одинаковое. Один тот же дух заблокировал мозги. Он не знает. И вот человек такой, я сегодня только прочитал про него. Никто примерно 16 лет. Девушка. Она где-то там обращалась. И наконец в милицию вызвали. Не могут еще. Какая фамилия не знает. Где живет не знает. Что случилось не знает. Она ничего не знает. А училась в школе? Училась. Там кое-что маленько помнит. Проходит неделя, вторая. В газеты дали. Наконец нашелся человек. И говорит, мы учились вместе в академии с ней. В 16 лет в академии. Не знаю. И вот полностью все вытряхнуто. Редкий случай. Совершенно все. Что у нее было. А что? А психологи говорят, что-то с ней случилось. Но что с девчонкой может случиться в незнакомом городе? Изнасилование. Больше ничего нет. И чтобы это забыть. Видимо она и решила забыть. А вместе с этим. Вместе с водой. Говорит. И младенца выбросили. И она совершенно не знает. Узнали как звать. Узнали наконец фамилию. Приехали родители. Забрали ее. А везти на Урал. И теперь перебирает. От места зависит или как. Совершенно полностью растительный образ жизни. Ничего не знает. Ни дня как будто бы не разговаривала. А вы одинаково такие вот оба. Я не приписываю вам болезни, аутизм и прочее. Наглость. Ты когда стоишь рядом со мной в церкви. Иди встань рядом. Покажи. Ты стоишь. Все кланяются. Я тебя вот так оттолкну. Вот так вот. Ты поклонишься. Ну вот я тебя не трогаю. Я кланяюсь. Ты ни разу не поклонишься. Нет. Тебя нету. Ты стоишь просто. Почему не кланяешься? Ты видишь все кланяются. Святые Божьи. Он не кланяется стоит. Почему не кланяешься? Не верующий – дело другое. Если верующий, зачем ты обманываешь? Мать, что ты верующий. Кланяются? Нет. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе Боже. Поклоны. Стоит глазами. Начинает. А сегодня еще лучше. Стоял, стоял. То есть он забыл, что в храме. Он гимнастикой начинает заниматься. Подзевать. Протягивал руки. Угу. Я вот руки уже убрал. Ты очень и очень неблагополучный. Я уж не говорю о наглости. Наглость твоя пришла к границе, где Бог будет вмешиваться. И отнимет память или еще что-то. Ты матери вот сколько может быть недостоин? А ты грубо разговариваешь. Ты же не можешь ответить. Почему ты грубо отвечаешь? Вот за один день ты нагрубил, а один, да в таком еще как-то шкент. Нас десятеро. И за всю жизнь матери никто этого не сказал. А десятерых, да еще и зятей вел столько. И мать как цариса была. Вот здесь даже были. Мне в прокуратуру ехать. Все, уже помолились. А мать дома сидит, считая это каписто. Я подошел, встал на колени. Мама, благослови. Она положила руки на голову, благословила. Мы поехали. Все в нашу сторону. Колодя стали копать и трещины пошли. Доски заложили. Сороковки в дугу гнет. Мы к маме. Мам, что делать? Она заглянула. Эх, детки. Не надо было здесь копать. Вы не там копаете. Это старое место. Земля уже обрушенная. Постояла маленько. Ну, нам кому-то лезть надо оттуда-то. Вынимать грунт и опускать дальше уже. Что делать? Кому? Я, отец Аким, Павел. Три брата. Павел решил более сильный. Один полезу туда. Я первый ринулся туда, меня в сторону. Однажды лев пойманный в море. Его из сети когда вывалили, а там рабочий один подошел, его зубами вот так вот, вот так швырнул. Тот рабочий как пешка улетел в сторону. В куртке. Такая сила у него, когда он на ластах. Морж там или кто был. Я к тебе говорю. Когда Бог будет тебя трясти, и тогда вспомнишь и будешь крещать мама. Мама крещали. Первая бомбежка в войну, когда все крещали мама. И у нас был один преподаватель. Он нам не преподавал, в соседней аудитории. Хромой такой. Все, закончил где-то. Но сколько он претерпел в детдоме был? А то рассказывать-то даже трудно поверить. И убивали, и насиловали. Еще под кровать говорили спрячешься. Нога поврежденная, всю жизнь остался такой. А добрый. В нем это сохранилось. В Америку купили ребенка. Одного, второго купили. Заплатили тут деньги, проверили. Ребенок погибает от жестокого обращения. А почему, если он хороший? Другой растет нормально. В ребенке тоже что-то было. Одного вырвали оттуда, привезли. Теперь над этим тимошкой все тешатся. До своих каждый день 18 тысяч убивают. 18 тысяч каждый день. Без пропуска. Ты попадешь в число тех, о которых никто не заботится. Вчера я смотрел, как вы работаете. Работаешь ты, куда-то лезешь вниз там. А потом бежу начал пилить нормально. Вот когда сели все отдыхать, в это время ты ходишь, кому-то она дорога пристроит. Ты вмешиваешься и вмешиваешься, когда все отдыхают. Почему? А у тебя вся энергия в тебе. Потому что ты не работаешь как надо. Поэтому у тебя силы остаются только на баловство. Это я беру только вчерашний день. Это опрокинулась. Да ладно, хоть позвоночник не сломала. Ну почему? Она работает подушками. Она ни головой, ни руками, ни ногами. Она давит и все. Села и сидит. Я тебе говорю. И она знает, что работала плохо. Вечером иду. Ну все на обед. Села здесь на скамеечку и по травинке дергает. Вот здесь вот. А ты что делаешь? Траву рву. Лесцемерие. Когда все уже ко сну готовятся. Она говорит. Такая работница. Откуда же ее Бог послал? Даже ночью траву рвет. Было это? Да. Я говорю. Не надо обманывать никого. Иди. Не только в глазах людей. Павел говорит. Начальника увидели. И пошел. Десять рук у него работают. Ушел. Ну ладно. Слава Богу. Отдыхаем. Ты для Бога делаешь. Все, что делаешь для Бога. И все, что делаешь для Христа. Вот мы пришли сейчас из храма. И чем занимаемся? Разбираем. Сегодня воскресенье. Я вас не буду наказывать. Это перейдет на завтра. А завтра вы ответите. Становись где положено. Значит, Марина, договорились. Ни у кого ничего не принимаешь на работу. Что ты делаешь без моего ведома. Хорошо. Они играют на это. Хорошо. Играют на это. Это бесстыдство. Я бы ей дал стирать. Это смешно даже. За стол. Господи. 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 Они у меня держат. На первое молочное вермишель. Второе манка. Получное. Чай. Чай и молоко. Сейчас дадут сигнал. Я убегаю со стола. Так, быстренько. Высок на глаз. Я убежу. Я убежу. Я убежу.